Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Fallout 4. И я думаю, что надо бы квесты пройти за Братство Стали, соответственно, да, потому что я не знаю, как много квестов есть у Братства Стали, но я знаю, что несколько квестов у них есть точно, и все-таки очень хочется вас порадовать новыми заданиями в этой замечательной игре, дорогие друзья. Так, по заданиям, вот у нас есть квесты Новая Заря, Провиант, и вот тут задание со сложным названием, потом, ну, инсайдерской информацией тоже мы квесты-то, по-моему, изучали, Ну, вот тут несколько квестов есть, причем, насколько я понял, на вот этом огромном корабле Придвен есть еще задание. Наверняка, я думаю, надо, во всяком случае, это будет проверить. Давайте же мы туда с вами телепортируемся. Придвен, замечательно. Потому что меня много раз просили пройти квесты за Братство Стали, Но все как-то я это дело откладывал, откладывал в долгий ящик, и тут вот решил заняться этими квестами. Вопрос только в том, что теперь надо находить нужных персонажей. Да, и уровень у нашего персонажа достаточно слабенький, скажу я вам, то есть нам его надо прокачивать, и прокачивать теперь. Пачка сигарет, спасибо, нам она не нужна. Ну, мы вернулись на Придвен, соответственно, и что дальше? Походу, нам куда-то вот сюда надо идти. В каюты, да? Скриптор на палубе. Нет, у этого персонажа нет имени, поэтому вряд ли он нам сможет дать квест. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, насколько вам интересно ознакомиться со всеми вот этими дополнительными квестами за Братство Стали, ну и по возможности, может быть, даже за подземку. Паладин, я рад тебя видеть. Мы с капитаном Келсом хотим с тобой поговорить, капитан Келс. Старейший Мэксон наверняка уже объяснил тебе, что уничтожение Института — лишь первый этап нашей операции в Содружестве. Нам еще нужно разобраться с супермутантами и дикими гулями, а также с синтами, которые не погибли при взрыве. Мы надеемся, что ты продолжишь служить Братству и поможешь разобраться с этими проблемами. Хорошо. В Содружестве еще остались синты? К сожалению, да. У Института были патрули и отряды разведчиков, и автономные группы, действующие в разных частях Пустоши. Теперь, когда их штаб уничтожен, они наверняка попрятались, и, что еще хуже, планируют собрать силы и нанести ответный удар. Учитывая твои достижения, мы с капитаном считаем, что твой вклад в общее дело заслуживает награды. Поэтому я с огромным удовольствием и предельным уважением присваиваю тебе звание Стража. Это величайшая честь для Солдата Братства, и мы оба уверены, что ты ее заслуживаешь. Кроме того, мы хотим подарить тебе эту модификацию двигателя для силовой брони. У Братства всего несколько таких устройств, но нам кажется, что ты заслуживаешь право ее использовать. Поздравляю, Страж. Для меня честь служить вместе с тобой. Я буду единственным Стражем Братства? В нашей дивизии, да. Под моим командованием уже много лет не было ни одного Стража. Это большая честь, поэтому такие звания я не раздаю направо и налево. Спасибо, это действительно большая честь для меня. Это честь для нас. Так что, Страж, впервые с тех пор, как мы с тобой познакомились, у меня нет заданий для тебя. Отныне ты сам решаешь, какое задание взять и как ты будешь руководить нами. У капитана Келса и у персонала в кембриджском полицейском участке все еще много операций, в которых ты сможешь принять участие. Дальше свой путь ты будешь выбирать самостоятельно. Так. Тодержать, брат. Ты? Чем я еще могу помочь Братству Сталя? Поговори с членами экипажа, уверен, у них найдутся для тебя задания, если тебе нужна работа. Что-нибудь еще? Синты все еще угрожают нам. Хотя институт уничтожен, в Содружестве остается множество синтов. Несмотря на то, что их организованная структура полностью ликвидирована, они все же представляют значительную угрозу и должны быть нейтрализованы. Еще какие-нибудь вопросы? Каковы мои обязанности в роли Стража? Тебе необходимо подавать пример другим солдатам, собирать технологии, истреблять ошибки природы и нести народовое Содружество в вести о стабильном будущем. Нас определяют наши идеалы Страж. Пока мы их соблюдаем, победа всегда будет за нами. Есть еще вопросы? Пока нет, старейшина. Отлично, в таком случае возвращайся к своим обязанностям. Ну, вот мы и поговорили со старейшиной Мэксоном. И теперь можно здесь базарить со всеми NPC, которые тут есть. И, возможно, они нам дадут интересные задания. Какие еще фокусы в загашнике, кроме превращения института в пыль? У вас на уме что-то конкретное? На мой взгляд, и так уже сделано, более чем достаточно. Практически в одиночку завершить дело всего братства. На что я брызгаю, но даже я весьма поражена. Ладно, я и так утомила вас своей болтовней. Мэксенс сообщил мне, что вы продолжите служить на Придвине. Я надеялась, что вы сможете помочь мне решить одну давнюю проблему. Постоянное нахождение в воздухе создает серьезную нагрузку для движительной системы судна. Я успеваю заниматься ремонтом, и топлива у нас достаточно, чтобы контролировать реакцию синтеза. Но у нас кончается охладитель реактора. То есть вы взяли набор слишком мало? Эй, я же не думал, что вся эта железная бочка так долго пробудет в воздухе. Охладитель, знаете ли, на дороге не валяется. Так что прекращайте сомневаться в моем профессионализме и помогайте нам. Не волнуйтесь, я постараюсь его найти. Мне бы ваш оптимизм. Охладитель в Содружестве на дороге не валяется. Вот, возьмите список. Здесь все необходимые ингредиенты для приготовления порции охладителя. Найдите их, смешайте в любой из химолабораторий на борту, а потом принесите мне. Все просто. Если охладитель подойдет, я даже за него заплачу в соответствии с нашей политикой вознаграждения. На этом, кажется, все. Удачи. Угу. Ну это, как я понял, такое как побочное задание, да, получается. Эй. Взяла и убежала. Ух, какая хитрая какая, а ты подумай. Но мы с вами пока торопиться не будем. Зачем торопиться? По сути, хорошо бы нам заглянуть в таможенную башню. За броней Х-01 прокачать ее, потому что вот в такой броне ходить по территории Содружества. Ну, совсем не комильфо. Потому что, как вы помните, я все же решил использовать старинкое сохранение, в котором мы с вами выбрали путь Братства Стали. И специально изучать квесты этого самого Братства Стали. Да. Ну, что-то как-то игрушка очень-очень долго загружается. Мне это не совсем нравится. Не совсем это прикольно. Но, как говорится, что есть, то есть. Насосная станция, друзья. И что же здесь так долго загружалось в этой насосной станции? Что-то я не понимаю. И тут никого нету, главное. Двигатели, да, двигатели тут есть. Но больше ничего интересного. Ну, ладно. Хорошо, пойдем пока на мостик придвином. Тогда нам куда надо? Нам надо, наверное, аккуратно в общей каюте. Ты что, багуешь? Женщина. Нельзя себя так вести. Ты возглавишь спасательную операцию. Братство уже давно следит за Содружеством. С тех самых пор, как мы узнали об угрозе синтов. Мы отправили несколько разведывательных отрядов. В числе первых, бывший отряд Паладина Данса. Предыдущий отряд мы отправили три года назад. Они так и не вышли на связь. Официально их признали пропавшими без вести. Предположительно, погибшими. Спасательная операция была? Разумеется, нет. У нас нет ни ресурсов, ни людей на проведение таких поисков. Разведотряды полагаются исключительно на свои навыки и подготовку. Они знают о риске. Но мы чтим память тех, кто отдал жизнь по долгу службы. Твоя задача — разыскать пропавшие разведотряды и выяснить, что произошло. В результатах доложишь мне. Все ясно. Откуда мне стоит начать? Место высадки было в холмах у Мальдона. Отыщи обащитый трайон и определи порядок поиска. Слушай рацию на предмет сигнала бедствия. Всем членам разведотряда выдаются аварийные импульсные генераторы, которые выполняют роль радиомаяка. Если поймешь сигнал, сможешь преследить его до источника. На этом все, Страж. Можешь идти. Интересно. Ну, вообще, мы с вами уже были. Мы с вами же проходили вот это вот задание. Как оно там называется? Пропавший патруль. Но мы его с вами не проходили от лица братства стали, дорогие друзья. То есть, это получается совершенно другое задание. Так, Радыкс. Снова Радыкс. Тут коктейль Молотова, Антирадин. То есть, это совершенно другой ракурс этого задания. И обязательно это дело надо изучить. Обязательно с этим делом надо познакомиться максимально близко. Потому что, ну, согласитесь, это, можно сказать, та же самая история, только в другой перспективе. А это уже действительно интересно. Другой вопрос. Какие мы задания можем взять еще здесь, вот на этой палубине, которой мы сейчас с вами идем? Потому что, насколько я помню, там достаточно много персонажей, которых обязательно надо посетить, с которыми обязательно надо поговорить. И, быть может, они какие-то нам дадут интересные квесты. Еще также надо посетить полицейский участок, в котором вот эти вот рыцари братства находятся. Мы с ними, помнится, разговаривали. Они пытались какое-то задание дать. Но... Кто-то толкает какую-то крутую речь. Хорошо. Я это понял. Никого здесь нету вообще. Интересно. Ух ты. А вот это что такое? А, ну тут ничего. Необычного нету, соответственно, да? Так, деревянный ящик. Это все мы уже обыскивали, да, получается? А я уже забыл про это. Я знаю, что ты далеко не первый, тебе это говорю, но я очень благодарен тебе за все, что институт получил по заслугам. Если мы убедили, чем ты так расстроен? Просто думаю о том, скольким людям пришлось пожертвовать своей жизнью. Был, к примеру, один пилот, звали Рико. Я уже давно был на этом корабле, и на моих лазах он из зеленого юнца с пустоши дошел до пилота. Каждый день после смены он приходил сюда, и мы с ним говорили, да, обо всем. Бывал даже часами. Помню день, когда Келс доверил ему в командирование винтокрыл. Он прибежал прямиком ко мне и сучил мне бутылку виски. Я сказал, чтобы он оставил его себе, но он настоял, сказал мы с ним, друзья. И он у меня в долгу за то, что я помог ему не сойти с ума за все эти годы. Продолжай. Прямо перед твоим возвращением на Придвен, Келс сообщил мне, что его сбили. Подстрелил какой-то ушлепок с гранатометом. Сам не знаю, зачем я тебе все это рассказываю. Тебя это, в общем-то, не касается. Наверное, просто я хочу показать, что у каждой победы две стороны. Для тех, кто выжил и может ей наслаждаться, и для тех, кто за нее погиб. Ладно, я тебе и так это строение подпортил. Вот. Это тебе благодарность за всю твою помощь. Надеюсь, для тебя это не менее важно, чем для меня. Ты мне дал виски и рассказал эту историю. Большинство фермеров не согласится добровольно пожертвовать свой урожай, так что будь с ними начеку. Есть ли у тебя что-нибудь особенное? Есть пара модификаций, над которыми я работаю. Своего рода хобби, чтобы время скоротать модификации серьезной мощности. Устаню мне пару таких наружу, и, уверен, ты станешь счастливым человеком. Расскажи подробнее о задании. Твоя задача удостовериться, что фермеры пожертвуют положенную часть урожая братству стали. Ну, понятно. Ох, прям в один голос заговорили. Вы принесли мне охладители реактора, которые я просил у страж? Напомните, как можно приготовить охладители реактора? Все довольно просто. Берете ингредиенты из списка, которые я вам дала, относите их в любую лабораторию и смешиваете. Тут придется потрудиться, но я же знаю, вы не боитесь работы. Мне нужна помощь с поиском ингредиентов. Если бы у меня были все ингредиенты, я бы сама приготовила охладитель. Загляните на склад снабжения в аэропорту, или посмотрите, что у Проктора Тигана есть на продаже. Наверняка за многими списка не придется далеко ходить. Да, держите. Бросьте, у меня нет времени на игры. Есть он у вас или нет? Нет у нас охладителя. Да, продолжайте искать. Нам очень нужен охладитель. Еще раз спасибо за помощь, страж. Вся команда техников вам благодарна. За что я еще никого охладителя не нашел? Черный тут нам лапшу на уши пытается повесить. Доктор, что ж, похоже, ваша мечта сбылась. Институт уничтожен, и все считают ваше деяние героическим подвигом. А что такого? Вы сейчас серьезно? Меня поражает ваша слепота. Сколько невинных людей погибло только потому, что старейшина Мэксона страдает манией величия. Он все повторял, что институт играл в Бога, создавая синтов. Если бы в зеркало посмотреть, потому что, на мой взгляд, в Бога тут играет только он. А вам не кажется, что им надо было ответить за свои преступления? О, господи, вы даже говорите как Мэксон. Хорошо же он вас обработал. Знаете, я ведь говорил и себе, что вы используете Либерти Прайм только для запугивания, что вы просто заставите институт сдаться. Я дважды позволил Браслу предать меня, и третьего раза я не допущу. Я уже сказал проклеру Ингрэм, что больше не буду работать на Либерти Прайм. Я буду спокойно заниматься собственными проектами. Отныне нам лучше подержаться друг от друга подальше. Адвикториум, Сентинел. Ух ты, блин. Институт уничтожен, нет ничего больше, что говорить о том. А чё она такая жёсткая-то? Слышь? Давайте попробуем загрузиться, всё-таки мы... Не так уж тут и много. Поговорили с кем бы то ни было. Хотя я вот этого места не замечал сразу же. Наши уничтожены были хороши. Но благодаря всем вам, мы сегодня стоим в коммунистовом, свободном от зажига от зажигащих людей. Сегодня всегда приводит еще один бой. Но благодаря всем вам, мы победили сегодня. Адвикториум, братья и сестры. Так. Нам с вами... Куда нам с вами нужно? Нам еще, по-моему, на ярус выше нужно, да? Подняться. Это я вам точно не говорю, уверяю вас. А, нет, наоборот. Даже не на ярус выше, а вот сюда. Можете осмотреть экземпляры, но, пожалуйста, ничего не трогайте. Если с вами что-то случится, я отказываюсь нести за это ответственность. Это ваши создания? Ну, они важная часть моих исследований. Я на пороге открытия, каким образом эти организмы адаптировались к радиации, загрязнявшей их среду обитания. Если получится взломать код, я смогу обеспечить наших солдат средством гораздо мощнее Рад-Экс. Какой код вы собираетесь взломать? Генетические последовательности ДНК, что есть у каждого живого создания. Видите ли, послевоенное ионизирующее излучение смертельно, так как нам есть предбольшинство живых организмов на клеточном уровне, однако через несколько поколений организмы этих созданий адаптировались, изменив свой набор генов и научившись бороться с клеточным разрушением. Мне кажется, я поняла, как можно воспроизвести и ускорить такое генетическое изменение. Оно займет не десятилетия, а какие-то секунды, правда, результат продержится недолго. Очень интересно, если нужна помощь, дайте знать. Спасибо за предложение, но, к сожалению, у меня возникла серьезная проблема. Особи, которых я поймал, производят ограниченное количество крови и генетического материала. Если попытаюсь взять у них больше, они погибнут. Мне нужны образцы крови созданий и населяющих содружество. Без проблем, с удовольствием вам помогу. Спасибо, что веришь в меня, брат. Я внесла изменения в ваш пип-бой. Теперь он будет сканировать трупы существ и определять, подходит ли кровь для исследования. Вам остается лишь собирать образцы и приносить их мне. Спасибо вам за помощь. Приятно знать, что я не единственный образец, и кто способен непредвзято смотреть на вещи. Вы только представьте, какие возможности дают мне уничтожение института. Не терпится приступить к работе. В каком смысле? Ну что ж, на самом деле все просто. Взрыв реактора института, несомненно, окажет значительное влияние на экосистему содружества. Уже очень давно и не случалось ядерного взрыва такой силы. По крайней мере, там, где я могла бы провести исследование. Возможность наблюдать, как именно сильнейшая радиация влияет на местную флору и фауну. Поистине уникально. Спасибо вам за огромный вклад в науку. Ну, думаю, вам пора возвращаться к службе, а мне точно пора возвращаться к работе. Еще раз спасибо за столь великолепную возможность. Будьте осторожны и берегите себя, сэр. Так, я еще не все, с тобой поговорю. Образцы крови. Ага, то есть нам нужно будет с мутантов брать специальные образцы крови. Интересно. А, это супермутант, да, получается? Лежит как образец. Да, крутенько, что-то устроились. Скажу я вам, очень даже. Видите, как-то вот тут, тут там какие-то задания интересные появляются, на которые обязательно надо обращать внимание. Так, здесь мы уже успели походить. Тут как бы получается такая база братства. Скриптеры, все это. Терминал экипажа. Что тут такое? Все обнаруженные технологические устройства необходимо немедленно сдать проктору Квиналу для анализа. Каждый, у кого будут обнаружены незарегистрированные технологии, подвергнется допросу и наказанию. Корта-крысы, скриптера, неррия, не домашние питомцы, они важные военные ресурсы, а потому кормить их вправе исключительно скриптер неррия и ее подчиненные. Нарушение этого правила повлечет строгие дисциплинарные меры. Из-за увеличения активности рейдеров все запросы на удовлетворительную, на увольнительную запретил базу временно приостановлены. Все затронутые стороны получат компенсацию при следующей возможности. Внимание всему персоналу. Не забывайте о своих братьях и сестрах внизу. Тщательно закрепляйте все оборудование на летной плаву. Всем, кто не прошел ежегодный медицинский осмотр, следует немедленно явиться, к рыцарю капитану Кейду и записаться на прием. Вот так вот, да? Ну, хорошо. Это оруженосцы. Бравые ребята! Подумать только. Ты тут что делаешь? Что-то там чинит нормально, так это спится-то. А она спит, рядом с ней там что-то закручивать, какие-то гайки. С ума сойти можно. Так, ну, нам получается, куда? А нам вроде как куда-то вот сюда. Да? Ага, точно. Пилот братства. Скриптор. Начальник кухни. Но вряд ли у начальника кухни можно какой-то взять интересный квест. Учащаете какие-нибудь последствия взрыва в институте? Какого рода последствия? Взрыв, выбросив воздуха, огромное количество радиоактивных частиц, скажем так, больше обычного. Меня интересуют такие симптомы, как размытое зрение, потеря памяти, одышка, все, что кажется тебе серьезным. Нет, все в порядке. Спасибо, что спросил, док. У меня работа такая. А ты молодец, на борту все только о тебе и говорят. Собрать прайм, подвезти его прямо к дверям института, на мой взгляд, это настоящий подвиг. Как бы то ни было, раз ты нормально себя чувствуешь, я допущу тебя к действительной службе. Говорят, ты теперь страж, поздравляю, ты здесь по делу? Есть какие-нибудь новости, доктор? У меня ничего нет, извини, я просто лечу пациентов. Ну, понятно, то есть у него никаких заданий нет, к сожалению. А у тебя? Благодаря вам в центре Бостона появился врушительный кратер, великолепно, просто великолепно. Это был мой долг, проктор. Нет, нужно искромничать, вы заслуживаете самую высокую похвалу. Ваши действия продемонстрировали жителям задружества, что братства стали прежде всего заботиться об их интересах. Огромное достижение для вчерашнего новобранца. Что же, я и так отнял слишком много вашего ценного времени. Если захотите заняться поиском технической документации и сопровождать одного из скрипторов, дайте мне знать. Хочу. Слышал, вас можно поздравить, страж. А у вас есть для меня документы? Или, может, хотите возглавить исследовательскую группу? У меня есть для вас техническая документация. Это не техническая документация. Понятно. Так. Где еще поискать? Не подскажьте, где можно найти документы. Офисные здания, лаборатории, военные базы, практически любое довоенное здание, потенциальная сокровищница с техническими данными. Я бы посоветовал обыскивать ящики столов, офисные шкафы, сейфы и любые места, где могут храниться документы. Удалось что-нибудь найти? У меня есть время для исследовательского задания. Чудесно, я в восторге от возможности получить новые данные. Представленный к вам скриптор ждет в аэропорту, там он передаст вам координаты для задания. Если вернетесь со скриптором и данными, задание будет считаться успешным. А вот это уже интересно. Тут есть еще кто-нибудь у кого можно взять задание? Я почему-то сомневаюсь в этом, но кто же знает. иногда замечаю, что люди на меня очень долго смотрят мне, это не нравится. Я так понравился, думал, больше никогда я не увижу, это правда, институт из-за тебя взорвался, зачем ты так? Они были опасны, Шон, для всех, кто живет в содружестве. Да, Прокторша мне тоже самое сказал. Если ты меня не бросишь, все будет хорошо. Ты же меня не бросишь, правда? не волнуйся, малыш, я с тобой. Отлично. Пока не забудь, я сказал передать тебе вот это, я сам не слушал и не знаю, что там, но должно быть, это важно. Ты хочешь побратиться от себе, жить вместе со мной? А, понятно, этого телепортировать. Это еще что за хата такая? Терминал старичный Мэксона. Ну, как? обалдеть. Тут вообще столько получается всяких данных интересных, но их так много, что наверное просто вы устанете с ними ознакомливаться, наверное, да? Не знаю, но в любом случае они очень интересные. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы, вернулись подписчики. Всем спасибо за внимание и пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok